Друзья, приветствую всех! Сегодня мы с вами поговорим о новом синтексисе для слотов, который был введен в последней версии фреймворка Vue.js 2.6. Этот синтексис понадобится нам еще по той причине, что по обещаниям разработчиков он будет включен в следующую версию фреймворка Vue.js, версию 3. Поэтому нам с вами необходимо изучить его. Итак, друзья, в новой версии фреймворка Vue.js 2.6 была введена новая директива Vue.js, которая призвана частично заменить или существовать параллельно вместе с существующим синтексисом. Для того, чтобы, друзья, понять, как эта новая директива Vue.js работает, мы с вами начнем с того, что посмотрим, как работала старая, старый синтексис. Итак, друзья, у нас есть очень простой пример. Есть компонент List, который принимает список элементов, и этот компонент умеет рендерить лист. У этого компонента есть три слота внутри, которые позволяют вставлять какой-то кастомный контент. У нас есть слот отдельный для хедера, для заголовка, есть отдельный слот для футера, для нижней части, и дефолтный слот, позволяющий задавать кастомный дизайн для каждого элемента списка. Если мы посмотрим на главный компонент, использующий компонент List, мы увидим, что очень просто он используется. У нас есть компонент List, мы передаем список книг, я сюда вписал список книг по Vue.js, и мы увидим, что мы пользуемся всеми тремя слотами. Мы определяем слот для хедера, пишем BookList, мы определяем слот для футера. Так как футер у нас возвращает переменную count, то мы ее принимаем, используя директиву slot.scope. И также мы определяем темплейт для нашего дефолтного слота, который определяет, как выводится отдельный элемент списка. Для тех, друзья, кто не понимает вообще, что такое слоты, для чего это нужно, советую, конечно, либо почитать официальную документацию, либо посмотреть видео на нашем канале, одно из видео про компоненты, в котором мы обсуждали подробно слоты. Итак, друзья, это наш старый синтаксис, всем нам хорошо известный. Давайте теперь заменим его на новый. Давайте мы скопируем нашу старую версию, закомментируем ее, чтобы мы увидели разницу между новым и старым. Итак, друзья, начнем с того, что мы попробуем вставить новую директиву vslot на уровень, ну давайте, хедера. Итак, синтаксис новой директивы, это vslot, и через двоеточие пишется имя слота. То есть таким вот образом, vslot, двоеточие, имя слота. Если мы попробуем сейчас сохранить наши изменения и перезапустить наше приложение, то мы увидим, что нам выдается ошибка. В конце описание ошибки гласит, что vslot может быть только использован на компонентах или на темплейтах. То есть мы не можем использовать директиву vslot напрямую на html тегах. Мы можем это легко исправить, заключив наш слот внутрь тега template и перенеся vslot директиву на уровень темплейта. То есть мы выполняем предписание в ошибке. Итак, таким образом, vslot, хедер, но на уровне темплейта. Сохраняем. И все работает как и положено. Давайте таким же образом переделаем наш футер. Итак, мы знаем, что нам нужно использовать директиву vslot, новую директиву. После этого имя, футер. Но нам нужно таким же образом, каким-то образом, также принять скоб с переменными. И в новой директиву vslot мы принимаем скоб, ставя равно. И в кавычках мы пишем имя слот скоб. Таким вот образом, переписав, мы получим тот же самый результат, какой было раньше. Еще раз повторюсь, что старый синтексис, значит, директива слот и слот скоб, в новой версии заменена одной директивой vslot, которая позволяет комбинировать нам эти две директивы в одну. Ну, теперь, друзья, таким же образом давайте поступим с нашей дефолтной директивой. Итак, мы знаем, что мы не можем использовать ее напрямую на теге h2. Нам придется заменить это на template. Но теперь... Теперь перед нами стоит следующая проблема. Значит, мы... У нас нет имени, да? Нет имени. Это дефолтный темплейт. Поэтому мы просто... Дефолтный слот. Поэтому мы просто применяем директиву vslot, ставим ее в слот скоб и не пишем никакой... Не пишем никакого имени, да? Таким образом задается дефолтный слот. Так, если мы сохраним, мы видим, что все... Все работает, как и работало. Следующим, друзья, пунктом, который мы рассмотрим, является еще большее сокращение синтексиса. Давайте мы... Заменим нашу директиву vslot. Всю директиву vslot можно заменить... Значком sharp. То есть, все до имени мы можем заменить... Заменить одним символом sharp. Давайте здесь также заменим. Сохраним. И увидим, что все работает, как и работало. То есть, у директива vslot есть такое... Шотхенд, такое сокращение. Один всего лишь значок sharp, да? Точно так же, как у vbind, да? Есть сокращение двоеточия. У von сокращение at, да? Собачка. Точно так же у vslot сокращение sharp. Как же нам изменить... Как же нам изменить vslot, у которого нет имени? Для дефолтного слота, у которого нет имени, сокращением является sharp и ключевое слово default. Мы видим, что все работало, как и работает. Ничего не изменилось. Ну, друзья, и последним, что я хочу показать, что если бы у нас на уровне компонента был всего лишь один-единственный... Один-единственный слот. Ну, давайте сделаем... Какой слот? Давайте закомментируем слот для хедера. Закомментируем слот для футера. И у нас будет один-единственный слот, дефолтный, который представляет себе слот для одного элемента. Так вот, если бы это было так, то мы могли бы... Давайте... Давайте скопируем все это. Итак, если бы у нас был один-единственный слот... Давайте, нам уже... Хедера у нас нет. Футера у нас нет. А у нас один есть единственный слот для дефолта. То есть, конечно же, мы можем... Писать таким образом. Но если у нас всего один-единственный слот, мы можем вынести нашу... V-slot-директиву напрямую на уровень всего компонента. Вот сюда. И тогда нам уже не нужен никакой темплейт здесь. И все будет работать, как и работало. Конечно же, этот sharp-default мы можем заменить здесь на V-slot, как мы уже знаем. Ничего от этого не изменится. Но смысл здесь в том, что если есть всего лишь один дефолтный слот, то его можно писать прямо на уровне всего компонента. Вот таким образом, друзья, мы с вами сегодня рассмотрели новую директиву V-slot. Опять же, повторюсь, что вы можете использовать старый синтаксис, вы можете использовать новую директиву в версии фреймворка 2.x, скажем так. Они будут поддерживаться обе. Но по уверению главного разработчика фреймворка Evan.iu, в новой версии фреймворка версии 3 будет использоваться именно новый синтаксис. Поэтому советую всем разобраться с ним. С вами был Максим. Всего хорошего, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok